Стало известно, что вечером 20 ноября в больнице умер мужчина, сбитый машиной, накануне ранним утром на улице Туполева. Патрульная служба работала на месте события. Нам удалось поговорить с водителем Лады, которая избила пешехода. Я его, собственно говоря, даже не видел. Здесь фонарь, одет в темную одежду, темно. Я еду, пешеходный проезд, зеленый свет нормально. Я проехал, значит, и маленько даже газку добавил. И с женой ехал здесь, с работы. Ну и маленько, может, даже и отвлекся вправо, так повернул голову. А когда я сама повернул, он уже у меня на капоте. Удар сильный? Да, удар сильный, там перелом бедра у него, очередная мозговая травма. На месте в обстоятельствах происшествия разбирались сотрудники ГИБДД. Еще раз отметим, пешеход переходил дорогу в темной одежде в неположенном месте. 25 ноября состоится судебное слушание по уголовному делу черных риэлторов, прогремевшего на всю Россию. Фигуранты уголовного дела 14 человек. Дело насчитывает 61 том. Напомним, на счету членов банды 9 убийств, ряд мошенничеств и краж. Уголовное дело расследовалось в отделе по особо важным делам регионального следственного комитета. Возглавлял банду, по мнению следствия, Роман Шугаибов, покончивший с собой в следственном изоляторе. Среди обвиняемых вдова Шугаибова Вера. Ранимы сообщали, что женщина настаивала на суде присяжных. Вера, вы знали, что у мужа такие дела существуют? Про мошенничество, да, я знала. По поводу убийств не знала ничего. То есть вы не знали, что вот столько трупов, да? Вы когда узнали сами? Сама узнала в июле 2018 года. Каким образом узнали? От следствия? От следствия, да. От следователя Аказеева, Коншубея, Шамильевича. Скажите, а муж вам что-нибудь говорил в своё оправдание? Нет. Ничего? Нет. Вы с ним больше не виделись? Вы разговаривали? Ну, мне не давали разрешения на свидание. Сейчас вы в СИЗО. Как вас содержит? Ну, содержит, мне также не разрешаются свидания. Не есть детьми, ни с кем. Дети с кем? Со свекровью. Со свекровью. Что вы хотите сказать сейчас, на сегодняшний момент, на сегодняшнюю минуту? На сегодняшнюю минуту? Ну, в том, что я не виновата. В том, что меня оговаривают. Тем временем, в Конаковском городском суде продолжается судебный процесс над 57-летним Рашидом Насировым, обвиняемым в четырёх убийствах, двух мошенничествах и краже в нашумевшем деле чёрных риэлторов. Дело Насирова о собвиняемом заключено досудебное соглашение, выделено в отдельное производство. 26 ноября судебное заседание по делу Насирова продолжится. Мы будем держать вас в курсе событий.